В Тель-Авиве прошёл третий этап национальной инициативы Израиля по производству дронов. В мероприятии приняли участие пять компаний, финансируемых управлением инноваций страны, а также другие предприятия и организации, заинтересованные в реализации технологического прогресса. Участники продемонстрировали гостям свои дроны, которые доставляли зрителям суши и мороженое. «Ты подходишь сюда, сканируешь QR-код со своего айфон, а на другом конце города кто-то готовит мороженое, ставит его на дрон, который пролетал поблизости, и дрон его доставляет. И менее чем за 10 минут вы можете получить мороженое прямо в зоне отдыха и вернуться на пляж, чтобы насладиться солнцем и прекрасной израильской погодой». На демонстрации были представлены не только дроны-доставщики, но и устройства, созданные для обеспечения безопасности. «Я думаю, нас ждет будущее, когда тысячи дронов будут летать во многих воздушных пространствах одновременно. Надеюсь, мы создадим конкурентный рынок так, что на нем будут доминировать одна большая глобальная или местная компания, поставляющая множество товаров. Дроны будут использоваться для удовлетворения глобальных потребностей в медицине, на рынке ценных бумаг, а также для обычных людей». Демонстрация дронов на пляже в Тель-Авиве стала третьим из восьми аналогичных мероприятий, которые пройдут в ближайшие два года. Под Иркутском расположился очень необычный музей с говорящим названием «На свалке». Все экспонаты в нём сделаны из мусора, а сама выставка находится на территории городского полигона твёрдых бытовых отходов. Попасть сюда можно через высокие деревянные ворота, украшенные кованными медведями. А за ними – отряд рыцарей, латники во главе с командиром на коне, а также высокие футуристические металлические фигуры. Всё это сделано руками энтузиастов, возглавляет которых Александр Расторгуев. «Больше 15 лет назад я пришёл работать на сам полигон твёрдых бытовых отходов. И как-то вот само собой всё зародилось. Не смог я пережить то, что какие-то вещи могут уничтожаться, закапываться и тому подобное. То есть это началось всё со свалки, с полигона». Постепенно музей начал расширяться. Сегодня внутри экспозиции можно увидеть предметы быта – утварь, музыкальные инструменты, фотоаппараты и другую технику. И, конечно, своеобразные скульптуры и инсталляции, собранные из мусора. «Мысли мои, рисунки, чертежи мои, начало. И есть ребята, которые подключаются и вместе мы воссоздаём. По поводу какой самый тяжёлый, я думаю, что они все по-своему непростые. Приходилось поработать с каждым». С момента создания музея в 2012 году креативное пространство стало широко известно по всей России. Оно популярно у туристов, которые приезжают сюда со всех уголков мира. При этом создатели музея принимают от горожан и гостей любые вещи и даже сами могут вывести их, так что в развитии необычной экспозиции может поучаствовать любой желающий. Фотограф Саймон Дэл построил настоящий миниатюрный городок, в котором живут мышки-полёвки. Несколько лет назад мужчина обнаружил в своём саду семейство из пяти грызунов и решил, что было бы неплохо их сфотографировать в необычной обстановке. За три года он превратил участок в настоящий городок для мышей, в котором стоят несколько домиков со всей привычной для человека утварью. Крошечные жилища соединены безопасными переходами. Неподалёку стоит почтовое отделение и даже миниатюрный пирс с лодочкой. Фотограф часами наблюдает за своими питомцами, делая сверхмилые снимки грызунов. Мышки же с удовольствием пользуются всеми благами, которые построил для них хозяин. Лакомятся ягодами и арахисовой пастой, изучают новые пространства, играют на пляже и между мини-зданий. В холодные дни хвостатые чаще всего сидят в большом доме, укрываясь от непогоды. Хозяйству фотографа они не вредят. Зачем, если у мышат есть всё необходимое для уютной жизни? Впрочем, и самого Саймона они давно не боятся, ведь он никогда их не обижал. В итоге такого взаимовыгодного сотрудничества человека и мышей получаются замечательные фотографии, которые порадуют глаз каждого любителя животных. В штате Винсконсин в США существует одна из самых необычных профессий в мире – прыгающий почтальон. Этому делу уже больше ста лет, и, как правило, им занимаются молодые люди, ищущие подработку на лето. Сезон длится с мая по сентябрь. Эти ребята действительно доставляют и посылки, и письма, только делают это весьма необычным способом. Они разводят корреспонденцию жителям острова Дженива. Почтовое судно проходит мимо 16 причалов, не останавливаясь. Сотруднику нужно спрыгнуть на причал, добежать до ящика, расположенного тут же, положить туда письмо, а затем вернуться и прыгнуть в лодку обратно. Очевидно, что скорость и силы в этом деле очень важны, иначе незадачливый почтальон может просто упасть в воду. Кстати, за сезон это случается более пяти раз. Подобное зрелище привлекает внимание многих туристов, которые специально отправляются вместе с ними на лодках. А некоторые жители острова Дженива даже обучили своих собак встречать почтальонов и забирать у них письма. Правда, посылки, которые необходимо доставить, порой бывают внушительных размеров. Однажды, к примеру, таким образом благополучно доставили плазменный телевизор. Конкурс на эту сезонную работу достаточно большой, а всем претендентам приходится проходить конкурсный отбор. Популярность дела объясняется просто. Это уже часть истории штата, когда дороги были настолько плохи, что другого способа доставлять письма и посылки просто не было. А значит, многие молодые люди идут в прыгающие почтальоны, потому что когда-то эту работу выполняли их бабушки и дедушки. Галине Шариповой из Геленджика удалось возродить технологию создания танцующих кукол. Вот уже 48 лет она занимается плетением из соломы. Однако на то, чтобы понять, как сооружить таких необычных старинных игрушек, у нее ушло немало времени. Я когда читала литературу, у меня вот эта вот фраза, что раньше с этими куклами играли, делали их и проводились такие игры, чья кукла дольше протанцует, чья кукла пробежит с горки и не упадет. И меня вот это, думаю, как же они танцевали? И я начала вот над этим вопросом думать. И вот где-то лет 12 назад я только научилась, чтобы у меня куклы танцевали. Соломиные игрушки пускаются в пляс от удара кулака по столу. Умение создавать таких задорных манекенов мастерица обучает и детей. Моя вот задача – возродить народный промс, сохранить, возродить и передать этим детям. Я их не тащу в прошлое. Я просто хочу, чтобы дети понимали, откуда все начиналось, как вот эти красивые куклы появились. Ну, вы понимаете, вот эти куклы, они и дорогие, чтобы дети понимали, что раньше мы не могли это сделать. Сперва вот такие делать куклы. Потом появилась ткань, одежда, она же была на вес золота. Стали делать тряпичные куклы. Вот этот вот этап. Сейчас, конечно, это легко. Вот они штампованные все куклы одинаковые. За многие годы работы с соломенными изделиями Галина Шарипова создала собственную галерею. Здесь посетители могут не только посмотреть на поделки, но и смастерить что-нибудь своими руками.